Иван Бунин. Натали. Часть первая. В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились, шел бы ты, Мещерский, в монахи. В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего Улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони. Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из Тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью, «Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!» «Ну уж на этот раз никак не по своей вине, — ответил я, — опоздал не молодой человек, а поезд. Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и, наконец, махнули на тебя рукой. Попа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать». Я ответил любую с ее синими глазами, поднятой, открытой до плеча рукой. «Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым верно ничего нет». Она засмеялась. «Почти ничего». «Ну и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики. Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба». «Да кто это Натали?» – спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами. «Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то, что я. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черное солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные, и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего». «Чего прочего?» – спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора. «А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего». И сложена, как молоденькая нимфа. На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыра и бутылка красного крымского вина. «Не прогневайся, больше ничего нет», – сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. «И водки нет, ну, дай бог, чокнемся хоть вином». «А что именно, дай бог?» «Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу. С кем же останется попа?» «Ну, дай бог». И мы чокнулись. Немедленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой. Стала как бы про себя говорить. «Да ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж очень тощий, зелен лицом. В общем, очень изменился, стал легкой, приятной. Только вот глаза бегают. Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде». И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, Положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блестел ровный загар ее руки, Сияли синелиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые мягкие волосы, Заплетенные на ночь в большую косу. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею И начало полнейшей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. «Ну а что, папа?» Она, продолжая глядеть, все с той же усмешкой, Вынула из кармана маленькой серебряной портсигары, Серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, Поправляя под собой поджатое бедро. «Папа, слава богу, молодцом, по-прежнему прям, тверд, Постуковит костылем, взбивает седой кок, Тайком подкрашивает чем-то буромусы и баки, Молодецкий посматривает на Христию. Только еще больше прежнего, еще настойчивый трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается», — сказала она и засмеялась. «Хочешь папиросу?» Я закурил, хотя еще не курил тогда. Она опять налила мне и себе, и посмотрела в темноту за открытым окном. «Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето, ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я, правда, очень тебя рада. Послала за тобой еще в шесть часов, Боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду, Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись, Что ты опаздываешь, Что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие, Сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, Когда ждешь кого-нибудь с поезда. И, наконец, услыхать, что едут, Погромыхают бубенчики, Подкатывают к крыльцу. Я крепко взял через стол ее руку И подержал в своей, Уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым успокойствием Пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и, будто шутя, Сказал, Вот ты говоришь Натали. Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она, откуда? Наша Воронежская, Из прекрасной семьи, Очень богатой когда-то, Теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, А есть нечего. Очень трогательная девочка, Стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, Не сразу разберешь, умна или глупа. Эти Станкевичи – недалекие соседи Твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он что-то частенько Стал заезжать к ним и жаловаться На свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат. Подумать, что вышла из-за денег, Пожертвовала собой для родителей. Так, сказал я. Но вернемся к делу. Натали, Натали, А как же наш-то с тобой роман? — Натали нашему роману Все-таки не помешает, Ответила она. Ты будешь сходить с ума От любви к ней, А целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди От ее жестокости, А я буду тебя утешать. Но ведь ты же знаешь, Что я давным-давно влюблен в тебя. Да, но ведь это была обычная Влюбленность в кузину, И притом уж слишком подколодная. Ты тогда только смешон и скучен был. Но, Бог с тобой, прощаю тебе Твою прежнюю глупость И готова начать наш роман Завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, Мне завтра рано вставать По хозяйству. И она встала, запахивая халатик, Взяла в прихожей Почти догоревшую свечу И повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, Радуясь и дивясь тому, Чему я в душе дивился И радовался весь ужин, Такой счастливой удачи Своих любовных надежд, Которая вдруг выпала на мою долю У Черкасовых. Я долго и жадно целовал И прижимал ее к притолоке. Она сумлочно закрывала глаза, Все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, Она погрозила меня пальцем И тихо сказала, Только смотри, теперь завтра При всех не сметь пожирать меня Страстными взорами. И избави Бог, Если заметит что-нибудь попа. Он меня боится ужасно, А я его еще больше. Ты не хочешь, Чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдливо, Не суди, пожалуйста, По тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, Сразу станешь противен мне. Я разделся и упал в постель С головокружением, Но уснул сладко и мгновенно, Разбитый счастьем и усталостью, Совсем не подозревая, Какое великое несчастье Ждет меня впереди, Что шутки Сони Окажутся не шутками. Впоследствии я не раз вспоминал, Как некое зловещее предзнаменование, Что когда я вошел в свою комнату И чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, На меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, Что я даже при свете спички Ясно увидал ее мерзкую, Темную бархатистость И ушастую, курносую, Похожую на смерть хищную мордочку, Потом, с гадким трепетанием, Изламываясь, нырнула в черноту Открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.